Приветствую вас, прощупал ваш вопрос. Давайте мы с вами сейчас его разберем. Итак, Дарья, в первую очередь хочется спросить у вас относительно того, вы пишете как жить, как поступить, чтобы что. Как жить, чтобы что и как поступить, чтобы что. Дело все в том, что мне кажется наступил такой переломный момент, когда вы наверное уже понимаете, что жить так, чтобы были довольны все невозможно. Что это такая немножко наивная, немножко детская, немножко инфантильная позиция. Что жить так, как вот все были довольны, это вполне реально, вот только в мечтах, только в фантазиях. Поэтому сейчас вы столкнулись с тем, что вы понимаете, что есть ваша мама, которая живет в своем мире, есть другие люди, которые живут тоже в своем мире, есть вы, которые тоже живете в своем мире. Эти миры, они, если пересекаются где-то, то совсем немного. Поэтому здесь нужно в данный момент довольно четко, как мне кажется, понимать. чтобы делать такой более-менее плюс-минус за выбор, осознанный выбор. Это, пожалуй, первое. И оно не то, чтобы главное, но оно, как мне кажется, определяющее. То есть, это то, что определит или определяет ваше, ну, дальнейшее движение по жизни. Потому что у мамы есть своя позиция, и не очень понятно, как вы к ней относитесь. К своей маме, к своей позиции, к ее позиции, простите. К тому, что она старается навязывать вам свою позицию, свою точку зрения. Вот, как вы к этому относитесь, не очень, не очень. Здесь, понятно. Вот. Вы говорите, что вы не видите от нее поддержки. Она сказала, что мы несчастливы. Вот. И мне хочется спросить, а для чего вам ее поддержка? Вот. А зачем вам ее поддержка? Почему вы не знаете, что я поделаю ее поддержку? Вот. А понимаете ли вы, что к маме, ну, условно говоря, вы привязаны через чур? Нет. Понимаете ли вы, что вам нужно несколько сепарироваться с мамой? Вот. Понимаете ли вы, что вы живете ее жизнью, не своей, а ее. Это немножко разные вещи. Вот. То есть. Вот это все. Не совсем понятно, понимаете ли вы. Не совсем понятно, видите ли это вы. Не совсем понятно, хотите ли вы что-то справить. Да? Да. Может быть, то, что я скажу, покажется несколько грубым, но ваши два вопроса, как жить и как поступить. Это про то, что вы хотите приложить ответственность за положившуюся ситуацию на психолога. Ну, мне кажется, мне кажется, что имеет смысл вам самой научиться, принимать решение в таких ситуациях, чтобы быть самостоятельным, наконец, чтобы иметь возможность самостоятельно управлять своей жизнью, если вы хотите, и не позволяйте кому-то не не было, не было над ней давлением, да, над своей жизнью. Вот. Мне кажется, мне кажется, что это очень хорошее, могло быть, задача для нас, как для психологов. В предыдущем, что вы этого хотите. Ну, я не понимаю, чего вы хотите, хотите, пока что, да? Ваш вопрос, он, как бы, исключает, вот, пока что такой вопрос. То есть, если бы меня спросили, да, я бы сказал, сказал, что у вас перед мамой есть что-то вроде чувства вины, вот, у вас перед мамой есть что-то вроде, может быть, страха, может быть, о болепе, может быть, чувства долгом, вот, есть привычка случить ее, вот, ну, в общем, мы с всем, да, вот, и не особо, там, как-то вот, в данном случае-то, задумываясь относительно того, а, почему я это делаю, да, зачем я это делаю, и так далее. Понятно, ну, все, вот, о чем я говорю. И, на мой взгляд, на это вам стоит обратить внимание. На мой взгляд, вам стоит обратить на это внимание. И, все-таки, спросите себя, чего я хочу поменять, что я хочу поменять, что мне не нравится. вот, и, конечно, учитывать, что все довольны не будут. Это, ну, не важно. Вот, как-то, наверное, как-то так, примерно, я бы вам ответил на вопрос, который вы задаете. Точнее, одно, это, понятно, что, как бы, не совсем вопрос, да, то есть, вы плачете, как жить, но, понятно, что мы не знаем, как вам жить, это, да, это ваша жизнь, ваша жизнь, вот, и, как вам жить, мы знать не можем, вот, но можем помочь вам научиться это чувствовать, вот. И, мне кажется, вот, мне кажется, что у вас довольно много есть такое, знаете, может быть, злости на маму подавлены. Вот, еще не каких-то чувств, которые тоже имеются, вот. Я бы обратил внимание на это и постарался бы потихонечку размещать бы их в контакте с ней, с мамой. То есть, вот. Дальше. На данный момент мне 30 лет, без чего. Какое значение для нас имеет возраст, если имеет? Ну, как бы, тот факт, что, это первое, о чем вы говорите, да, ну, наверное, какое-то значение имеет? В отношении к мужчине 2 года, родительных и детей браков в обоих нет. Опять же, какое значение имеет для вас то, что вы вместе 2 года и то, что детей браков нет. Позвал замуж, вскоре вы знали, что будет ребенок. Он рад, ребенку хочет. Я не очень понял здесь хронологию. То есть, вот, вас позвали замуж, и потом вы знали, что ребенок, или наоборот. Он рад, а вы? Ребенку хочет, а вы? А вы хотите ребенку, вы рады и сами? Моя мама вроде и рада, а вроде нет. А причем здесь ваша мама? Почему она должна быть рада? Говорит, что все мужчины изменяют, что в страну разведемся, против, чтобы я брала его фамилию, говорит, пусть или соглашаются на брак без его фамилии, или просто выполняют ребенка на себя без брака. А, как бы, разве это мама решила? Вообще, мама с детства решила, как мне жить, как отдыхаться на любое мероприятие. Она сама указывает, что мне одет, как высказать волосы, как ей носить украшения, говорит, у меня нет вкуса. На работу я пошла в 26 лет, осталась в детдоме, она была против вакансий, которые я находила. Ну, здесь вам нужно учиться слушать себя, учиться прислушиваться к себе. Очевидно, что вы этого делать не привыкли. Сейчас, своего бога, зарабатываю среднего, хотя говорит, что хочет взять агент директора, а мой мча обычный менеджер, и впечатления умного не производят. Ну, у вашей мамы цены немножко другие, вы так не считаете? Говорит, что не знаю, это вторая семья, а зачем знать? И вообще, нет слова на меня холила-люлила, что баба кому отдать. Ну, ваш момент. Говорить на вас так, как будто вы ее собственные. И вопрос заключается, как мне кажется, в том, хотите ли вы быть ее собственным, да? Хотя предположить, что семья и ребенок нужны в жизни. Фух, семья и ребенок нужны в жизни, конечно, нужны, да? Почему-то мне кажется, что тут это вот в таком контексте, знаете, в контексте больше манипуляции, собственничества. Аборт делать поздно. А, ну, в долгобортости она на него намекает иногда. Как вступить? Ну, тут я уже говорил, что бы что. Я не вижу поддержки от матери, потому что замужество и ребенок наводят у меня ужасом. Наконец, теперь мы стали не еще. А почему должна быть поддержка от вашей мамы в замужестве и материнстве? Почему вы считаете, что сами не справитесь? Может быть, пришло время как-то учиться замужить? Самостоятельно. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратный связь по моему ответу вам. Это будет началом вашей работы над собой. Желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует. Продолжение следует.